Добрый день дорогие друзья! Рада вас снова видеть у нас на канале YouTube, канале агентства недвижимости в Испании Алис Хоуэнвест, с вами ваш менеджер Эльвина. И сегодня мы находимся в нашем любимом фенестрате. Почему в нашем любимом? Потому что часто здесь снимаем для вас видеоролики именно на обзоры новой недвижимости. Поэтому те из вас, кто заинтересован в покупке новостроя, будет вам очень интересно сегодня. Ну и что же будем сегодня смотреть? Это будет дом отдельно стоящий со своей территорией. Сразу скажу, что сама территория у нас 400 метров квадратных, дом 150 метров квадратных. Точно такое же пространство у нас занимает сам цокольный этаж, где вы можете сделать отдельную абсолютно независимую квартиру. И также есть вот этот замечательный соляриум 100 метров квадратных. И дом, который мы сегодня с вами вот этот будем смотреть, это с прошлой фазы. Дом этот уже выкуплен, мы его используем как макет, чтобы показать вам, какие дома будут внутри примерно. И у застройщика открылась не так давно новая фаза, и там из 12 домов осталось у нас всего 3. Быстро раскупает, поэтому торопитесь, присматривайтесь и не забывайте сразу поставить нам лайк, чтобы мы вас продолжали радовать. И застройщик также клиентам своим предоставляет на выбор. Пол можно застелить именно на солярии, как плиткой, так и искусственным газоном, а можно, как например на этой представленной вилле, сделать напополам. Ну а сейчас я вам предлагаю спуститься вниз нашей основной части дома и посмотреть ее. А начнем мы с самого главного входа, и также рядом расположен заезд, автоматические ворота именно для машины. Как уже говорила, вилла данная у нас не в продаже, клиентка уже ее выкупила, поэтому она здесь сделала свои немножко изменения. Чуть позже вам буду рассказывать, виллы, которые у нас сейчас именно у застройщика остались в продаже, они в новой фазе, есть некоторые изменения. Например, вот этой части небольшого садика ее не будет, у нас вилла будет начинаться, примерно терраса немножко обрежется. Но зато кое-что добавится, чуть позже об этом расскажу. Также не будет вот этой вот лесенки небольшой с тремя ступеньками, у нас будет полностью ровный вход и заезд. Благодаря чему прямо на машине вы можете заезжать прямо до конца дворика, и таким образом у вас увеличивается именно парковочное место. Можно и две, и три машины тут спокойно разместить. И что касается бассейна, сразу отмечу, его размеры 9х4, и, конечно же, важный момент – это ориентация. Виллы, которые у нас можете посмотреть, место застройки, виллы у нас будут смотреть в южном направлении, поэтому солнышко у вас будет всегда. Вот это направление, например, возможно для кого-то может быть не очень удачным, для кого-то наоборот. Здесь у нас после обеда солнца нет, всегда тенечек будет. И что касается самой террасы, сразу скажу, что у нас помимо навеса есть также дополнительное освещение снаружи дома, оно также входит в стоимость. И застройщик позаботился, сделал выводы под телевизор именно на самой террасе, также какие-то приборы включить, например. Ну и, собственно говоря, здесь достаточно места, чтобы разместить и какие-то лежаки, какую-то мягкую зону сделать, либо поставить обеденный большой стол. Также застройщик всегда у нас предоставляет помимо бассейна сам душ. Дом сегодня будем смотреть без мебели, так как он уже выкуплен, но зато вы можете посмотреть, как именно застройщик обустраивает и что же входит, когда вы покупаете именно изначальный объект. Сразу скажу, что такая цветовая гамма белоснежная была выбрана клиенткой именно этого дома, но застройщика очень много на выбор цветовой разной гаммы, поэтому вы всегда можете выбрать и цвет пола, и цвет стен, и также элементы ванных и самой кухни. Еще важный момент, который хочется отметить, что в новых во всех фазах у нас давно уже застройщики начиняют дома, именно кухонный гарнитур, полностью ванны. Все это и у нас идет фирмой Парселоноса, это очень хорошего качества, есть она во многих странах каталоги, и также вы можете посетить, например, саму фирму Парселоноса в вашей стране, возможно. И сразу скажу, что именно в этих виллах не используется Парселоноса, тут материалы чуть ниже качества, поэтому плюсом то, что вилла, которую вы будете приобретать, они будут идти уже выше качеством, то есть качество у нас поднято. Ну и сразу скажу, что кухонный гарнитур у нас всегда входит в стоимость, все шкафчики у нас с доводчиками, единственное, что не входит в стоимость, можете, наверное, представить, это бытовая техника. У застройщика полностью кухонная бытовая техника, тоже есть два пакета, есть 7 тысяч, есть 8 тысяч, в зависимости от фирмы, которую вы захотите. Можете также сами приобрести именно бытовую кухонную технику. И еще немного технических характеристик. Окна, как и все застройщики, предоставляют пластиковое с двойным стеклопакетом, защищать будут и от шума, и от холода. Поэтому центральное кондиционирование стоит при установке центрального кондиционирования, вам нужно будет прикупить именно саму машинку. Кондиционер на каждый этаж, если вы делаете внизу также независимый этаж, на один этаж машинка стоит 3 500. Это в любом случае всегда можете обратиться за более подробной информацией к нам. Проходя дальше, хочу отметить, мне нравятся вот такие стеклянные перила, тоже добавляют в пространство. И в этой части у нас расположился главный вход в сам дом. Рядом же с ним расположен гостевой санузел с тропическим душем. Застройщик также у нас предоставляет полностью всю сантехнику, все стекла душевых, вся сантехника, она входит. Единственное, что не входит, это именно теплые полы в ваннах. Вы всегда можете их дополнительно, если захотите, на этапе строительства всегда тоже отметить, и вам застройщик установит их. И давайте сначала вам покажу первую спальню, она прямо расположилась у главного входа. Отмечу, что спальня индивидуальная, отлично будет как именно индивидуальная. Во всех спальных комнатах у нас есть встроенные шкафы с доводчиками, и окна в этих спальнях у нас выходят на наш же внутренний дворик. Его мы еще не смотрели, посмотрим чуть позже. Ну и, конечно же, есть уже подготовлены все выводы под телевизор, под интернет, и застройщик также предоставляет электрические жалюзи во всех спальных комнатах. Сразу же по соседству расположилась вторая спальная комната, она по размерам практически идентичная. Первой также имеется свой встроенный шкаф, и окна также выходят на заднюю часть дворика. А в этой части расположилась наша главная спальня, хозяйская, она, конечно же, более просторная, чем остальные две. И есть встроенный шкаф, и также есть свой санузел. Санузел со всей необходимой техникой, также душевая кабина и большое окно для проветривания. И что мне еще нравится, вот такая деталь. Вроде бы балкончик, в принципе, здесь выйти на него нельзя, это французский балкончик, но в любом случае приятно его иметь, так скажем. И так как мебели у нас в доме нет, сильно много не расскажешь, поэтому будете смотреть именно чистые характеристики, которые застройщик предоставляет. Еще одна интересная деталь, именно здесь более скрытая, которая находится недалеко от главного хода, это такой шкафчик, небольшой такой шкафчик, именно для щитков. И так как солярию мы уже посмотрели, у нас остался непосмотрен именно нижний этаж, куда я вас и приглашаю. Нижний этаж поражает достаточно своими размерами, имеет, пожалуй, такое же, а может и больше пространство, около 150 метров квадратных. И что мне здесь очень-очень нравится, что застройщик, во-первых, сдает вам нижний этаж уже практически полностью готов, то есть все стены выбелены, все стены ровные, все гладенько, можно заезжать жить, сюда прям кровать ставить, что угодно ставить. И единственный момент, что застройщик у нас делает выводы под приинсталляцию, делает предустановку под кухню и под ванную. И кухню и ванную вы можете отдельно, если захотите сделать здесь именно отдельное жилье, вы это всегда можете отдельно потом дополнительно сделать, то есть на ваш выбор. Например, в этой части квартиры клиентка, которая купила этот дом, она как раз-таки оставила место под кухню. Здесь будет кухонный гарнитур и в другой части у нас находится сама ванная. Единственный момент, что застройщик делает, это одно общее пространство именно цокольного этажа, перегородки он не ставит. Но вы за дополнительную плату можете наставить здесь на самом деле хоть сколько перегородок, сделать и одну, а может даже две спальни. Вот именно это клиентка сделала, на мой взгляд, не очень удачную планировку, потому что оставлено много места отдельно для гардеробной. Причем, я так думаю, такого места сильного не нужно. И отдельно у нас идет ванная, отдельно идет спальня, то есть вот это пространство можно было бы вполне объединить и сделать что-то более удачное, может быть, в плане именно пространства. У застройщика также есть несколько архитектурных планов, как можно сделать именно нижний этаж, вы можете на свое пожелание это сделать. И давайте, раз мы уже тут находимся, хоть это планировка, конечно, и определенной клиентки, у вас может быть она абсолютно другая, покажу вам, что еще тут есть. А есть тут отдельно, она сделала именно эта клиентка, спальню. Очень интересно на самом деле, потому что хоть это и нижние этажи, вроде бы должно быть темно, но посмотрите, как много света поступает. Английский дворик у нас есть, английский свет, и причем очень большие именно панорамные окна, которые дают, конечно, осветляют. Вот сейчас мы снимаем для вас видео, можно сказать, уже вечером, после обеда, полпятого времени, и очень светло, при том, что еще у нас и сторона не сильно солнечная именно эта. Конечно, плюс именно нижнего этажа, вы можете полностью закрыть лестницу, например, с главного этажа, тут лестница, застройщик предоставляют, поэтому сделать отдельное, абсолютно независимое жилье, которое вы можете оставлять либо для гостей, друзей, родственников, либо даже сдавать, как вариант. Здесь сделать небольшой садик, посадить какие-то деревья и поставить какой-нибудь столик, и абсолютно со своей кухней, со своей ванной комнатой у вас будет дополнительное второе жилье. И сейчас посмотрим в ванную. Ванная хозяйка этого дома решила оставить без отделки, ну, такое было пожелание, хотя застройщик всегда делает отделку, вот как я уже вам говорила, стен, и делает предустановку именно для ванной и для санузла. И на этом наш обзор закончен, у нас остался непосмотренным лишь задний дворик, куда сейчас мы направимся. Выходя из главного входа, мы с вами попадаем именно в часть, где расположен задний дворик, очень приятное дополнительное место, оно довольно просторное, и что мне нравится, что есть большое поле для ваших идей, для ваших фантазий. Например, соседи сделали дополнительно закрытую террасу и посадили множество своих собственных деревьев, растут у них и апельсины, и мандарины. Вы также при желании можете сделать здесь большой рассадничек, если у вас есть детки маленькие, можно здесь и большую детскую площадку сделать, батуты. В общем, действительно много места, чтобы еще дополнительно какой-то иметь такой уголочек, и, например, когда у вас солнце там, вы можете здесь всегда укрываться в тени, и наоборот, то есть можете именно миксовать. А сейчас давайте пройдем к главному ходу, террасе, и уже там подведем итоги. Еще раз напомню, что сегодня смотрели вариант дома от застройщика. Дом у нас одноэтажный, но, несмотря на это, у него есть цокольный этаж и соляриум. Сразу еще раз напомню, что сама территория у нас 400 квадратных метров, а главный первый этаж и нижний цокольный этаж занимают дома 300 квадратных метров. Плюс еще дополнительно 100 метров вам бонусом к солярию идут. Ну и что касается самого дома, как уже говорил вначале, это именно пример дома, чтобы вы могли посмотреть, какие-то будут небольшие изменения. В принципе, дома у нас из новой фазы очень похожи, у застройщика осталось всего три дома. И перейдем к самому интересному, это к именно стоимости. Вилы оставшиеся у нас похожи по размерам все практически. И что касается цен, то они идут самые дешевые, это 509 тысяч, и остальные две идут 519 тысяч. Будут, сразу скажу, так как эта вилла у нас по ориентации немножко другая. Вилла у нас будет иметь южную ориентацию, и с нижнего этажа видов на море не будет, но с соляриума будут отличные виды именно на море и практически на весь Бенедор. У данного застройщика также есть другие варианты домов, поэтому если вас заинтересовал проект, вам понравилось качество, обязательно пишите нам, мы вам предоставим всю необходимую информацию. Если вы в Испании проведем, покажем вам саму виллу воочию, и, конечно же, не забывайте писать нам как комментарии, так и радовать нас вашими лайками. Нам это всегда приятно, и, конечно же, я вам желаю отличного вечера, и увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok